Друзья, всем привет из Киева. Ну что, в России уже таки война. Да, на 11 месяц вторжения спецоперация уходит постепенно, и они уже заменяют это на войну. Путин готовит Россию к тотальной войне, при этом они истощают свои силы уже сегодня. И Институт изучения войны говорит, что они близки к своей кульминации возле Бахмута, то есть уже максимум того, что они могли сделать, практически сделали. В общем, важные новости. Сейчас обо всем подробно. Вы, друзья, не забудьте подписаться на канал, обязательно поставить лайк. Не забудьте поделиться этим видео, скинуть друзьям в группы вашего дома, одноклассников, чтобы люди узнали правду о том, что происходит. И это наше с вами участие в информационном фронте. Итак, главные новости, это действительно то, что в России, вот помните, Путин несколько дней сказал война, и они начали уходить и говорить война, война. Об этом уже говорит Соловьев, говорит, да, ударят, говорит, по крупным городам, может туда ударят, может сюда. А что вы хотели? Война. Так, оказывается, война у вас. Вот в чем дело. Послушайте Соловьиный помет. Удар будет обязательно. Вероятность того, что американцы просчитают траекторию, чтобы она пролегла, максимально удобно тоже. Мы понимаем, что, скорее всего, удар постараются нанести по крупным городам, но учитывая районы защиты, поэтому могут выбрать какую-то другую цель. Это война. На войне нельзя не пропустить удар, к сожалению. Ну и тут же у него рядом остальные вот это все, начинают уже повторять война, война, война. Начинают выпускать пропагандистские ролики уже со словом война. То есть, да, это наша специальная военная операция, тире, народная война. Ну, мы понимаем, что потом вот эта специальная военная операция тихо потеряется, и дальше будут качать тему народной войны, как 812 год. Как недаром они там загорели о Наполеоне, значит, вот, Второй мировой и прочее. Будет у них новая такая, типа, отечественная война, которая не была. Знаете, это очень интересно. Была отечественная война 1812 года, потом у них была Великая отечественная война 41-45 года. Ну, вот, теперь у них позорная отечественная война. Вот, обычная, Великая, и теперь совсем позорная и никчемная отечественная война, которую, на самом деле, мы понимаем, что непонятно, зачем отечество защищать в чужой стране. Ну, в общем, они четко меняют свою риторику, и это очевидно. Доброго дня. Поэтому, друзья, на это нужно обращать внимание. Послушайте еще один их пропагандистский ролик. Ни для кого не секрет, что специальная военная операция уже давно стала народной войной. Точно так же, как война 12-го года, как Великая отечественная война. Каждый из граждан Российской Федерации участвует в ней как может. Есть те, кого призвали по мобилизации, эти 300 тысяч граждан Российской Федерации мужчин, которые встали в ряды вооруженных сил. Но многие из наших граждан вкладывают в эту войну свой смысл, и то, что они могут, свой вклад, это либо волонтеры, либо это помощники, либо это врачи, либо это строители. Каждый приближает победу, как может. Ну и понятно, у них же война, это кого-то бомбить. Продолжают они рассказывать, как они забомбят без объявления войны. Все НАТО и всех. Значит, всех уничтожат. И вот у них очередная эта тема. Значит, они рассказывают, как они по Германию ударят. Послушайте соловьиный помет и его прекрасных, в кавычках, гостей. Поскольку война нового типа. Не надо ничего объявлять. Просто. А сразу? Да. Я на полном серьезе. Да и сказать, что мы не знаем, откуда прилетело. Это сами немцы тебя обмабили. Извините, Владимир Рудольфович, прецедент создан. Я не знаю, мы не знаем, что произошло с Северным Паттем. Я к этому и веду. Мы не знаем. Это же Россия сама взорвала. Ну и, конечно, на этом фоне реагирует и Европа, и Германия. Министр иностранных дел Анна Лена Бербак. Глава комитета оборонного Мария Гнесс Циммерман, которую я знаю лично. И Анну Лену Бербак знаю лично. И говорят о том, что все, никогда не будет возврата прежним отношением с Россией. Ну, в общем, очевидный ответ. Экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун, которого тоже знаю лично. Замечательный человек. Говорит о том, что нужен трибунал против Путина. Ну, и тоже с ним невозможно не согласиться. В общем, мир тоже понимает, с кем он имеет дело. И на тотальную войну России ответит тотальным отторжением России, друзья. И это будет для них, конечно же, в итоге приговором. Собственно говоря, они и сами это понимают. Даже вот на эфире у того же Соловьева, о котором мы сегодня вспоминали. Они говорят, а мы думали вообще, что будет, когда лезли в Украину? Послушайте, что они там говорят. После этого задается вопрос. А мы вообще, когда вот, ну вот как бы влазили в Украину с этой историей, мы вообще вот понимали, что будет вот такая точка, когда у нас не останется хороших решений? Как говорит в таких случаях мой друг, великий русский профессор, он говорит, я мыслю короткими. То есть это такой вопрос. Я, например, уже не смогу ответить. Мне бы действительно новогоднюю ночь пережить. Ну вот, чем они думали, это такое дело. На фоне всех их таких правых заявлений, Институт изучения войны говорит, что под тем же Бахмутом, где они продолжают атаковать, это один из немногих участков фронта, совсем немногих, где Россия еще пытается атаковать, но они уже близки к исчерпанию своих возможностей. Перешли на уровень таких буквально взводов, которые атакуют. Я подтверждаю это, я там был под Бахмутом буквально несколько дней назад. Это же рассказывают наши военные. Это говорит о том, что Институт изучения войны приходит к выводу, что на уровне даже каких-то батальонных групп или даже ротных тактических групп, они уже наступают не в состоянии. И это, конечно, очень показательно. Ну а нам с вами, друзья, нужно продолжать держать строй и на эту тотальную войну России ответить тотальной войной с нашей стороны. Вариантов у нас других нет. Знаете, сегодня вот в этот день, в 1943 году, во время той их Великой Отечественной войны, как они ее называли, они ликвидировали Калмыкскую СССР вот в этот день. И почти 100 тысяч калмыков принудительно депортировали. Ну то есть фактически очередной геноцид тогда против калмыков. Вот сейчас они хотят уничтожить просто Украину, и мы с вами, друзья, понимаем, и завершить геноцид украинцев. Поэтому, друзья, вариантов нет у нас держать строй и лупать всю скалу. Я стою возле камня, где на этом месте поставлена скульптурная композиция генея украинского народа Ивановой Франковой. Друзья, вот здесь, ну вот тут Ивановой Франковой будет установленный памятник. Лупайтесь в скалу, нехай ни жар, ни холод не спинять вас. Тримаем острый.